Первая рабочая неделя нового главы агентства по борьбе с коррупцией началась с личной встречи с президентом. Follow the money, эту фразу, прозвучавшую на прошлой неделе от главы государства в адрес Марата Ахмеджанова, теперь можно назвать программой минимум для всего ведомства. Задачи большие, среди которых и конфискация имущества коррупционеров, добытого преступным путем. Как правило, любители взяток записывают приобретенное на грязные деньги имущество на близких родственников. Жанна Алпызбаева о громких делах чиновников, осужденных за взятки и их многомиллионные активы. Казахстан готов к переходу к трехуровневой модели уголовного судопроизводства. В этом главу государства заверил новый глава антикоррупционной службы. Президент же подчеркнул, что необходимо модернизировать методы борьбы с коррупцией, отличать допускаемые в ходе работы ошибки от преступлений, совершенных умышленно, а также привлекать виновное лицо к ответственности только при наличии всего состава преступления. Напомним, на днях Касымжом Артукаев призвал разыскивать и конфисковывать имущество, добытое преступным путем. Особое внимание следует уделить розыску и конфискации имущества, полученного преступным путем. Это называется принципом «follow the money». Нерушимый принцип конфискации имущества, полученного преступным путем, должен способствовать недопущению любых коррупционных действий. Эту работу должно проводить агентство совместно с органами финансового мониторинга. Однако, как именно будут выслеживать родственников коррупционеров, непонятно. Пока антикоррупционная служба в подробности не вдавалась, эксперты и вовсе считают это бесполезным. Если человек хочет украсть, он украдет. Он запишет не на родственника, на однохвастника, запишет на того, который никогда вы не сможете вычислить. Или он поедет в какой-нибудь условный Сингапур и там положит деньги на доверенное лицо. Поэтому вот эта попытка тотального контроля, она не сработает. Лучше всего, мне кажется, набирать просто порядочных людей. Как проверять чиновников на порядочность, тоже непонятно. Кстати, вот статистика по непорядочным чиновникам. За прошедший год выявлено 722 случая взяточничества. Среди них Аким области, 4 заместителя Акима, 2 ответ-секретаря, 2 председателя комитета, 1 посол, 5 судей, 10 районных Акимов и их заместителей. За последние 5 лет были среди коррупционеров и крупные фигуры истеблишмента. В местах лишения свободы они пробыли недолго. Вышли по УДО. Кстати, этот пункт из Уголовного кодекса в конце прошлого года Касымжумар Тукаев тоже поручил убрать. Интересно, что были факты возвращения конфискованного имущества обратно хозяевам. Осужденный в 2018 году экс-министр национальной экономики Куанг Бишимбаев был признан виновным в получении взятки на 364 миллиона тенге. Общий ущерб государству оценили в 1,2 миллиарда тенге. Тогда у него изъяли коттедж в поселке Кошэ, автомобиль, две квартиры, семейный участок, а также счет в банке с 11,5 миллионами тенге. Однако позже все, кроме коттеджа, государство вернуло, так как все это имущество числилось за родственниками экс-министра. Ну, зачем ты меня снимаешь, дорогой? Прекрещай. Подобное было и в случае с братьями Рыскалиевыми. Их семье государство вернуло земельные участки в Нурсултане, Актубе, Атрау, квартиры, акции около 20 компаний, банковские счета и даже мечеть. Бьется за свое имущество и осужденный за попытку госпереворота пивной король Тохтар Тулешев. Прокуратура потребовала вернуть Тулешеву объекты недвижимости, в том числе детский сад в Шемкенте и земельный производственный участок в Сарагаше. При этом прокуратура отмечала, что возвращенное имущество собирается сразу конфисковать в доход государства. Сейчас в собственности Кемата Шемкента переведены еще и 8 земельных участков Тулешева, 4 коттеджа. Два из них переоборудованы в школу творчества. Как именно будут решать задачу по следованию за деньгами, пока не ясно. Но без серьезного изменения законодательства это невозможно, отмечают эксперты. Жанна Опызбаева от Амикен Бизнес.